Александр Иванович Куприн. Скрипка Паганини. Кому неизвестна легенда о том, как великий скрипач и композитор Никола Паганини, родом венецианец, продал дьяволу свою душу за волшебную скрипку? В это предание верил даже такой безбожник, скептик и насмешник, как славный поэт Генрих Гейне? Зато мало кто знает о том, как закончилась эта богопротивная сделка и кто в ней оказался победителем — человек или враг человечества. Среди венгерских бродячих цыган ходит одно смутное предание — верить ему или не верить, это уже как хотите. Очень немилосердна была судьба к молодому Николу в тот год, когда долги, неудачи и сотни мелких неприятностей заставили его бежать из Венеции в Вену, где он, странствующий музыкант, играл на свадьбах или обходил со своей дешёвой скрипкой кабачки последнего разбора. В приличные гостиницы его не пускали по причине его плохой одежды, состоявшей из лохмотьев. Но особенно тяжёлый, проклятый день выпал для него 21 октября. С самого утра шёл непрерывный холодный дождь со снегом, дырявые башмаки артиста так промокли, что обратились в кисель и хлюпали на каждом шаге, брызжа фонтанами грязи. И сам погонение был весь мокрый и грязный, как чёрный пудель, вылезший из болота. Падал на город мутный, жёлтый, зловещий вечер, едва светили сквозь дождь редкие фонари. В такие погоды людские сердца неохотно раскрываются навстречу чужому горю и чужой бедности, между тем, как бедняк вдвойне ощущает холод, голод и сиротливость. В течение всего дня погонение не заработало ни гроша. Только уже поздно вечером пьяный лудильщик дал ему недопитую кружку пива, стряхнув в неё, кстати, пепел из своей трубки. А в другом месте подкутивший студент швырнул ему три крейцера и сказал «Вот тебе плата за то, чтоб ты перестал играть». Погонение взял эту злую подачку и заскрежетал зубами. «Ладно, когда-нибудь я буду знаменит, попомни, что у меня эти три крейцера». Надо сказать, что вопреки всем несчастьям, Погонение никогда не сомневался в своём гении. Мне бы только порядочную одежду, благоприятный случай да хорошую скрипку, и я удивлю весь мир. Из последнего трактира его просто-напросто выбросили на улицу, потому что он оставлял за собой целые озёра воды. На три крейцера Погонение купил белый маленький хлебец и ел его без удовольствия, идя по дороге к дому. Когда же он усталый, с трудом забрался на верхний этаж в свою голую чердачную клетушку, то смертное отчаяние и бешеная злоба охватили его мрачную душу. Ударом ноги он отшвырнул свою жалкую отсыревшую скрипчонку в угол и, бияя себя в грудь кулаками, возвопил. «Дьявол! Дьявол! Если ты не глупая бабья выдумка! Если ты воистину существуешь, что приди ко мне сейчас же! Дёшево продаётся гордая человеческая душа вместе с творческим гением! Поспеши же! Иначе какая тебе будет корысть от повесившегося бедняка?» И дьявол немедленно явился. Явился вовсе не в серном дыме, не с отвратительным запахом козла, не с раздвоенными копытцами вместо ступней, без малейших признаков хвоста, в скромном виде старенького нотариуса или стряпчего, в сером опрятном комзоле со странными желтоватыми кружевами. Чернильница, гусиное перо и подержанная контрактная книга. Всё это находилось при нём и было не спеша, деловито разложено на хромоногом столе. Ярко вспыхнул огонь в масляной лампе. «Видите, юноша!» — начал спокойно дьявол. «Я к вам явился безо всякого балаганного шума и треска, безо всяких хатских запахов и костюмов и расписки непременно кровью я от вас тоже не потребую. Оставим эту дурацкую бутафорию скудному и болезненному воображению средневековья. Наш век — век вежливости, прозы и арифметики. Не буду скрывать от вас, что нам, чертям, гораздо выгоднее и удобнее в нашей торговле услужливость и честность, чем наивный обман. Поэтому не удивитесь тому, что в нашей сделке я буду не только покупателем, но, если понадобится, то иногда и вашим адвокатом. Итак, что вы желаете получить за вашу душу? Денег. Золото, без конца золото. Видите, вот вам уже и понадобилась моя юридическая помощь. Ничего нет легче, как потребовать от дьявола денег. Это всякий лопоухий молодой дурак сумеет заказать. Ну а что вы скажете насчет славы? Славы? Пустяки, славу можно купить за деньги, надо только не особенно скупиться. Нет, мой друг, вы говорите опрометчиво. Золото можно купить только льстецов. Но такая слава не перешагнет за пределы того круга, который составляют ваши льстецы, и в центре которого находитесь и вы, оглушенный низкими похвалами прихвостней. Нет, вы лучше скажите мне о чем-нибудь другом. Например, о любви? О любви? Черт возьми, да ведь любовь, наверное, покупается легче всего. Всякое? Вы так думаете? Напрасно, совсем напрасно, мой молодой Никола. Если бы всякая любовь продавалась, то уж давным-давно земной шар и вся вселенная были бы в совершеннейшей и вечной власти дьявола. И нам, его сотрудникам, приходилось бы только жреть в бездействии на казенных харчах. Хотите, я вам скажу один страшный секрет? Хотите знать, почему дьявол так несчастен? Потому что он всеми своими силами хочет любить, но не может. Нет, юноша, если вы хотите заключить со мной сделку, выгодную и почетную для обеих сторон, то остановитесь на ваших первых скромных условиях. Хорошая одежда, удачный случай и прекрасная скрипка. Паганини раздумывал в течение нескольких минут и потом сказал нерешительно. «От своего намерения я не отступаюсь. Мне кажется, что вы как будто бы правы, господин Стряпчий. Но только не слишком ли дешевую плату я потребовал в попыхах за мою бессмертную душу, заранее осужденную на бесконечной муки?» Стряпчий молча нагнулся, вытащил из-под стола большой, старинный, потертый на углах футляр из буйволовой кожи и бережно передал его Паганини. «Можете сами поглядеть на скрипку и даже испробовать ее. Это бесплатно». Паганини почтительно отстегнул бронзовые и золоченые застежки футляра, вынул и расстелил на столе три покрывала, которые окутывали инструмент замшевая, бархатная и шелковая. И вот волшебная скрипка, высоко поднятая вверх, показалась во всей своей красоте. Так пленительно похожая своим строением на фигуру ногой, совершенно сложенная женщина с ее маленькой головкой, длинной тонкой шеей, покатыми плечиками и гармоничным переходом нежной талии в плавные, мощные бедра. «Это не Страдивариус?» — воскликнул восхищенный Паганини. «Но это также не Амати, не Гварнера и не Гвадонини. Это идеал скрипки, дальше которого человек не пойдет. Не может пойти. Так значит, вы позволите мне немного поиграть на ней?» «Да, пожалуйста». Как-то вяло, нехотя и скучно согласился черт. «Я же вам сказал». Струны скрипки были уже настроены, и смычок в меру натерт колофонием. Когда же Паганини заиграл на ней могучую пламенную импровизацию, то он сам впервые понял, какой крылся в нем великий талант, заглушенный до сей поры нищенским прозябанием. И он сказал почти весело. «Хозяин, я к вашим услугам и благодарю вас за умные советы. Но почему, скажите мне, если это только вам не трудно, почему вы как будто приуныли и омрачились, точно обиделись на меня?» «Если говорить по правде», — сказал черт, поднимаясь со стула, — «меня немного огорчает то, что вы оказались бесконечно талантливее, чем я мог предположить. Однако слово есть слово. Скрипка эта ваша, владейте ею пожизненно. Вот вам небольшой мешочек с золотом, это на первое время. Завтра к вам придут портной с придворным костюмом и лучший венский парикмахер, а через день вы выступите на том музыкальном состязании, которое торжественно устраивает сам эрцгерцог. «Теперь будьте любезны, подпишитесь вот в этой строке». «Так хорошо, мерси и до свидания, молодой человек». «До скорого», — спросил лукаво венецианец Паганини. «Вот этого я уже не знаю», — ответил сухо черт. «Я думаю, что до положенного вам срока не ближе. Ведь вы у меня не просили долголетия. Мои комплименты, маэстро». Дьявол ни в чём не обманул скрипача. Всё случилось по предвиденному им плану. После музыкального турнира у наследника престола сразу вошла в зенит звезда Паганини, засияла ослепительно и не бледнеет даже до наших времён. Но сам Николо Паганини стал несчастнейшим человеком на свете. Неудовлетворённые страсти, ненасытимое чистолюбие, бешеная жадность к деньгам и вместе с нею отвратительная самая мелочная скупость. Зелёная зависть не только к прежним артистам, не только к современникам, но и к будущим великим скрипачам, отравили и испепелили его душу. Нередко он писал свои музыкальные сочинения в таких трудных нотных комбинациях, которые исполнить на скрипке мог только он один. Но невольное признание безграничности искусства говорило ему, что некогда, придёт другой музыкант и сыграет легче его дьявольские шараты и пойдёт дальше него. И этого будущего он заранее ненавидел. Сделавшись миллионером, он всё-таки собирал на улице бумажки, обрывки верёвок и всякую другую труху, а дневное его пропитание никогда не превышало одного таллера. Сколько прекраснейших женщин, упоённых его сверхъестественным искусством, приходило к нему, чтобы отдать ему себя, своё сердце, судьбу и кровь. И всегда он брезгливо отворачивался от них, убеждённый, что они хотят его золото. Одной знатной даме, супруге председателя государственного совета, жаждавшей разделить с ним и славу, и богатство, и любовь, и позор развода, он сказал, бросив на стол мелкие монеты. «Передайте вашему мужу эти три крейцера, он мне их дал когда-то за то, чтобы я не играл больше на скрипке. Вас же я прошу уйти, я сейчас занят упражнениями». Сколько истинных друзей-почитателей он оттолкнул грубыми словами. «Ты гонишься за моими деньгами? Или стремишься попасть на буксир моей славы?» Воистину он был жалок и страдал глубоко, и не было ему утешения, ибо не верил он никому. Когда же настал срок его смерти, и пришёл к нему серый нотариус, то Паганини спокойно сказал ему. «Хозяин, я готов, но скажу вам, что в жизни моей не было радости». Серый нотариус устало возразил. «Да, признаться, и у меня от вас не было никакого барыша. Оба мы заключили невыгодную для нас сделку. Поглядите на список контрактов, там вашего имени нет совсем. Оно стёрлось, оно кем-то вычеркнуто, кем-то, кого мы не смеем называть». «Что же я стану теперь делать?» — снисходительно спросил Паганини. «Ровно ничего», — ответил серый нотариус. «Ровно ничего, мой друг. Я поквитался с вами уже тем, что не пропускал ни одного вашего концерта. Это мне у моего начальства было поставлено в минус. Но и вы, в свою очередь, поквитались с тем, чьё имя неназываемо. Видите ли, настоящее искусство не от нас, а от него. А кто сочтёт эти счёты? Прощайте, теперь навсегда. Скрипку я оставляю у вас. Ах, нет, не страшитесь за меня, это только маленькие служебные неприятности. Прощайте же». Наутро нашли великого Паганини мёртвым. Лоб его и морщины были, как и при жизни, горды и суровы. На устах же его лежала блаженная, счастливая улыбка. Дьявольская скрипка пропала навсегда.